Очень часто человек говорит такие слова. Он говорит, в какую страну мне уехать для того, чтобы я чувствовал себя счастливым человеком. А я хочу вам сказать, невозможно переехать никуда, невозможно никак начать жить до того момента, пока у вас не появится в середине вас сердечная радость. Всё равно, где жить, если в сердце радости нет. Обязательно обучайтесь на протяжении своей жизни находить сердечную радость. Начинайте произносить слова, как я обучаю это на первой обновлённой ступени. Я счастлив, потому что... и после этого произносите. Я счастлив, потому что я в квартире. Я счастлив, потому что рядом со мной эти люди. Я счастлив от того, что у меня есть, что есть сегодня. Каждый раз, когда я опускаю голову в свою тарелку и начинаю кушать, я каждый раз начинаю думать о том, что человеку, который ест и считает для себя одним из самых важных качеств быть всегда сытым, всё равно на самом деле, за каким столом он ест, в какой квартире. Главное, чтобы еда была. Таким образом, иногда люди совершают ошибку, она заключается в том, что человек начинает думать о том, чего у него не хватает и чего у него нет, вместо того, чтобы получать удовольствие от того, что он имеет и что у него есть уже сейчас. Именно поэтому я часто советую, для того, чтобы человек начал материально расти, для того, чтобы в жизни его происходили изменения, человек должен сосредотачиваться на тех элементах, которые у него уже есть, и те, которые ему нравятся. Иначе, вы, наверное, знаете, что без корня дерево не вырастает. Таким образом, то, что у вас есть, является корнем, из которого вырастает дерево вашей жизни. И оно вырастает от того, как вы уже сегодня относитесь к тому, где вы находитесь, что вы кушаете, с кем вы живёте. В случае, если ваш корень прямо сегодня, зарождающегося дерева, приносит вам страдания, и вы не замечаете, что у вас есть еда, не замечаете то, что вы живёте, и вам есть где спать, есть что есть, есть какой-то доход, есть, в конце концов, те люди, которые рядом находятся, и хоть пассивно или там негативно, но они всё равно есть, и являются вашей жизнью, это всё равно поддержка. То это говорит о том, и если вы в этот момент начнёте быть счастливыми хоть чуть-чуть от того, что это есть, то вы вылечите свой корень, который даст правильные плоды, и ваше дерево вашей жизни обязательно создаст новые условия вашей жизни, при котором, скорее всего, появится счастье в жизни. До того момента, пока человек не воспринимает свой корень, и до того момента, пока он всеми раздражён, и всё очень плохо, и там, я ем это невкусное, я лежу это плохо, мне не нравятся эти люди, мне раздражает это, или вы всё время ищите чего у вас ещё нет, знайте, вы разрушаете то, из чего строится будущее, разрушаете настоящее. Тем самым хочу вам ещё раз сказать, не разрушайте это, применяйте метод, при котором человек должен себе произносить как можно чаще такие слова. Я счастлив, потому что я здесь, я счастлив, потому что вокруг меня красиво, я счастлив, потому что я сыт, я счастлив. Очень часто человек обращает внимание на претензии, такая претензия может разрушить всю его судьбу, но послушайте, неужели так всё плохо? Ведь у каждого человека, который живёт и функционирует, есть своё тело, оно здоровое, или оно есть просто, есть где есть, есть на чём спать, есть тепло, и всё остальное, оно же есть. Ну, разве нет ничего плохого в жизни? Вот если находить по чуть-чуть в плохом хорошее, или находить в плохой жизни по чуть-чуть что-нибудь хорошее, то вот это хорошее, это будет семенем, который в дальнейшем разрастутся в полноценное дерево вот такого благополучия и такого внутреннего участка. Вот так это всё устроено, вы представляете?